В больницах страны назревает скандал. Казахстанцы нашли себя в списках на прием к врачам в мобильном приложении Домомед, хотя сами они очередь не бронировали и в медицинской помощи не нуждались. Как такое могло произойти? Что говорят разработчики приложения и советуют в Центре анализа и расследования кибератак? Расскажет Бакат Гулякасова. В казахстанских больницах назревает серьезный скандал. Люди находят записи о несуществующих приемах у врачей в мобильном приложении Домомед. На днях Арай Ордабаева случайно узнала, что якобы консультировалась с терапевтом, но жительница столицы уверяет, что врача не посещала. Я же не знала, где вы меня лечите. Оказалось, меня лечат в приложении Домомед. Я прям активно на прием ходила, они меня активно лечили. Как я себя сейчас чувствую? Вопрос к тем, кто меня лечит. Вы по моим постам заполняете чек-лист? После этого случая казахстанцы начали проверять свои аккаунты в мобильном приложении. Одна из тех, кто неприятно была удивлена, Мадина Наметова. Девушка нашла запись о несуществующем приеме к врачу. Якобы она посещала хирурга в июле 2018-го в Алматы, хотя Мадина уже с 2016-го находится в Караганде. Слава Богу, у меня все хорошо. Я не записывалась к хирургу. У меня не было необходимости записываться к хирургу. Как так? Я только ходила по медицине сдавать общие анализы, терапевту только ходила. Мы решили связаться с компанией-разработчиком мобильного приложения. В организации заявляют, что они четко выполняют свою функцию и не видят никаких проблем в приложении. Это организационная проблема самих медицинских организаций. Мы частная компания, IT-компания. И мы не имеем никаких возможностей правильно выстраивать процессы внутри медицинских организаций, воздействовать каким-либо образом на них. И что делать нам в этой ситуации, мы на данный момент тоже не знаем. Мы уже обращались в Министерство здравоохранения и в рабочем порядке официально. В Центре анализа и расследования «Кибератак» объясняют, выгоду от медицинского приема получают поликлиники и больницы. Потому что это ведомство имеет право после оказания услуги выставить счет Министерству здравоохранения. Сейчас есть у граждан свободы встать на учет ту поликлинику, ту больницу, которая нравится. Это сделано как раз таки для создания такой конкурентной среды. Соответственно, есть другая проблема, так называемые приписки. То есть человека могут приписать, чтобы больница больше зарабатывала, ей нужно больше пациентов. Соответственно, тут надо либо реально приводить этих пациентов, либо можно приписывать, как будто пациент пришел, прошел какой-то медосмотр, либо консультация, либо какую-то несложную слоганную операцию, я не знаю, какой-нибудь брошен ноготь или что-нибудь еще. И за это, соответственно, можно выставить счет государству и получить за это деньги. Первый орган, куда надо обращаться, это Министерство здравоохранения. В Центре анализа и расследования «Кибератак» уверены, что в этом случае пострадавшими являются не только пациенты, которым приписали прием, но и Министерство здравоохранения. И это мошенничество может стать основанием для судебного разбирательства.